Часто, когда есть время, чтобы долго позаниматься с ними, у нас есть такое упражнение Я их заставляю прочитать текст песни как стихотворение Это с нос крыши, конечно, у людей сразу возникает Дело в том, что чтение стихотворения... Песня в чем проблема? Особенно в авторской редко, кто находит вот эту грань, умея играть хорошо на гитаре и обладая вокалом красиво Способы интонирования смыслового, музыкального, инструментального и вокального, они отличаются принципиально Смысловое интонирование, оно понятно Когда мы стихотворение читаем, мы не держим все ритмики заданной, как в музыке, четкой размерности под камертон Мы делаем паузы, остановки так, как нам диктует смысл Мы играем театр определенный С вокалом вообще все просто Вокалу слова абсолютно пофиг Ему не нужно нескольких согласных подряд Ему нужно быстрее добраться до удобных гласных В правильной последовательности гармоничной На самом деле, некоторые говорят, у меня самая высокая нота вот такая Чушь собачьих, ребята, вы помните, кто сам поет Нету самой высокой ноты вообще Есть песни, в которых такая мелодическая последовательность, которая вас легко выходит, выводит очень высоко Особенно если там находятся хорошие гласные, которые поются А может быть неудобная гласная, наверное, значительно ниже На тон, на полтора ниже И мелодическая последовательность, которая выводит очень плохо Например, скачок в октаву, когда идет, нужно четко прыгнуть в октаву, попасть И там неудобная гласная стоит Фиг вы ее возьмете там, где вы брали, там, где удобно Поэтому не нужно заморачиваться, нужно искать для каждой песни именно свой Если я знаю, что там у меня верхняя вот эта, это фигня У меня есть песни, где мне приходится на полтора тонна ниже верхней петь, иначе фигня получается А есть, где я легко выше своей высокой выхожу на тон Поэтому вокальное интонирование, оно очень просто устроено Там им нужно гласные, чтобы петь Музыкальное интонирование тоже строится немножко по другому принципу Гармония и ритмика построения музыкального произведения немножко отличаются Там вот эти басовые партии появляются То есть что-то акцентируешь основную мелодию, басовую мелодию, ритмическую и так далее И я поймал себя на том, что вот это разрывается Когда, вернувшись после этого длительного перерыва, с незашаренным своим ухом, стал слушать симпатичных девочек, авторов Которые с хорошим вокалом пели под аккомпинемент великолепного гитариста Я все это слушаю, я обалдею, потом, когда песня заканчивается, я понимаю, что я не понял, о чем она пела Все было кайфово, отлично, но я не понял, о чем она пела Можно, поэтому здесь сложно Я просто к чему это, я сейчас себя поймал, когда секретарь пытался выдавить Что вот это прочтение стихотворения, во-первых, показывает человеку, насколько в песне текст действительно серьезный, хороший Либо это текст, который помогает просто какую-то эмоцию раскрыть Вполне себе нормально, мы как раз сегодня об этом говорили, что песня, это не обязательно великий текст, как некоторые говорят барды, что это поэтическая песня Нифига не поэтическая песня Там вот эти «Милая моя» и прочие песни, там поэзии рядом не было А песни кайфово и поются всеми, и будут петься сто лет еще И таких песен много, которые очень хорошие, а поэзии там нет А есть, наоборот, действительно с хорошей поэзией песни, и точно так же хорошо поется И я просто себя поймал о том, что когда не можешь петь, ты начинаешь исполнять немножко по-другому То есть, я себя ловил на том, что я уходил в некоторые мелодические вещи, где, наверное, может быть и не надо было А сейчас у меня это не получается Я просто говорю к тому, что любое даже вот такое состояние, оно интересно вот использовать, когда ты начинаешь понимать, что... Оно тебе подсказывает, что, парень, может быть, это оттуда знак, что ты как-то стал увлекаться слишком много... Завоковал Да, ты много стал вокалом увлекаться, а надо вернись-ка обратно в лоно церковь, да Удачи! 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 Удачи!